На открытие выставки своих работ Виктор Брандман пришел, конечно же, с фотоаппаратом. А как иначе? С любимым Никоном он не расстается больше полувека. С ним готов пойти и в огонь, и в воду. Причем в буквальном смысле. Ради удачного снимка Брандман спускался в шахту, часами стоял на вышке автокрана и даже поднимался в небо, чтобы сделать, например, вот эту фотографию. Видите ли, он летит без всякого парашюта, выпрыгнул. Чем я не птица? Растопырился. Ну, летчики мне разрешили там снимать, привязали. А то вдруг я за ними тоже поснимать. Парашютисты и монахи, президент и олигарх, а еще дети и животные. 125 фотографий Виктора Брандмана запросто стирают границы и растворяют время. Одни снимки вас точно растрогают, другие заставят сжаться сердце. Я думаю, что будут люди, которые будут даже невольно делать шаг назад, видя вот такие кадры. Но это репортажная съемка. Кстати, в коллекции работ Виктора Михайловича вы не найдете постановочных кадров. Он каким-то невероятным образом умеет поймать миг, живой, пронзительный, правдивый, и подарить его нам. Впрочем, сам мэтр говорит, что это просто его работа. Увидел да поймал. Что-то ловить его. Надо просто предвидеть это. Предвидеть, что будет. Многие уникальные кадры Виктор Брандман предвидел на спортивных матчах. И это не случайно. В юности он был чемпионом по боксу, а когда приехал в Березники, устроился в правком БТМК, инструктором по спорту. Так что выставка его фотографий именно в музее Ависмы вполне закономерна. Металлурги его работы оценили по достоинству. Впечатлил, во-первых, сам фотокорреспондент, как он себя называет. Потому что довольно молодой, бодренький старичок для 85 лет. Прямо впечатлил реально. Фотографии очень интересные, необычные. Каждый со своей историей. Некоторые прям даже не представляют, что так можно было сфотографировать. Я очень многие фотографии видела. Но вот увидеть их в этой подборке, на выставке, все вместе, это многого стоит. К слову, экспозиция фотографий Брандмана в музее организована необычно. Сначала вы попадаете на промплощадки разных предприятий. Затем переноситесь на улочки и проспекты города. Ну а перевести дух и поразмышлять над увиденным вам предложат в летнем кинотеатре у фонтана. Выставка Виктора Брандмана будет работать до конца августа. А в следующем году часть фотографий отправится в путешествие по цехам комбината. В год 90-летия Березняков это будет очень символично.